Давненько у нас не было информативно домашних выпусков. Исправляемся. Черногория деградирует. Ноль инвестиций, никакого развития. Ха, пошутил. Надеюсь, у моих подписчиков есть чувство юмора и вы поняли, что название ролика противоположно действительности. Но если я напишу, что Черногория прогрессирует, просмотров будет намного меньше. Привет, редактор. Интересно. Интересно ваше мнение в комментариях, почему зрители больше любят негатив, чем позитив. Ребята, почему вы любите негатив больше, чем позитив? Ролики про крах, просрал, обманули, наедали. Набирает просто в полтора раза больше просмотров. Ребят, почему вы так любите негатив? Позитив же гораздо лучше. Или вы такие, надо смотреть... Нет, про позитив. Да ладно, там Герман что-то заливает. А вот про негатив. А что там случилось? Надо посмотреть. А вдруг меня тоже? Да, вот правильно, видите, вот логика такая, наверное. Итак, как развивалась Черногория в 2019 году? Главные инвестиционные проекты. Так сказать, подведем итогушки. Транспорт и дороги. В июне в аэропорту Тивата открыли второй терминал. И уже 30 июня аэропорт принял рекордное для себя количество самолетов. 56 самолетов за день. Как вы помните, ночью Тиват не принимает. Прилетели 11 тысяч 313 человек. Годом ранее в этот же день было на 13 рейсов меньше. Вот так вот. По данным на 22 сентября Тиват встретил 1 миллион 180 тысяч пассажиров и 6 тысяч самолетов. Ужас. Увеличению пассажиропотока способствовало открытие второго терминала. Логично. Я, кстати, недавно себя поймал на мысли, что я за таможенным контролем, ну то есть вот через, так сказать, за линией таможенного контроля не был в Тивате с момента прилета своего 13 лет назад. Так получается, что я путешествую и постоянно еду или из Дубровника, или из Подгорицы. Поэтому я не был ни в одном, ни в новом, ни старом терминале уже 13 лет. Далее. Летом итальянская компания Беллабокка запустила две линии морского транспорта. Герцог Нови, Тиват, Пераст, а также Котор, Муо, Прчинь, Святая, Святого Матья, Святого Матья и Пераст. 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 Корабли работают на солнечной энергии. Да, кстати, прикольная штучка. Я не катался, но вроде как народ катался, говорят, неплохо. И самое страшное, что они вроде как даже в межсезонье, то есть сейчас должны работать, но достаточно ходят они нечасто, вот насколько я знаю. В июле открыли новую дорогу от Ульциня до Албании. Точнее, последний участок до пограничного пункта Сукубин. Это вот наши барские и будванские друзья очень часто там бывают, а вот мы на Вляне. Мы там бываем редко. Значит, Сукубин, Черногория и Муричани, Албания. Муричани. Звучит больше по-черногорски, чем по-албански. Новая трасса длиной 25 километров и ее строительство инвестировали 12 миллионов евро. С одной стороны хорошо, с другой стороны очень хорошо. Вот, прекрасно, что выложили деньги и построили что-то. Вот, надо вкладываться и строить. Далее, четвертое. В сентябре 2020 года должны открыть первый участок автобана на севере страны. Уже известно, что стоимость проезда 40 километров на участке Смоковоц, муниципалитет Подгорица, Матишево, муниципалитет Калашин, обойдется в 3 евро 30 центов. Вот, нафига вот эти дробные штуки. Ну, давайте уже, либо 3, либо 3.50. 3.30-то, что? Ну, ладно, лучше, ну, 3.30 лучше, чем 3.50, по-любому. Прекрасная новость. Я, кстати, вот буквально дняк задумывался об этом, что надо загуглить, когда там что откроют. В общем, осталось нам всего 8 месяцев и можно будет отжечь на автобане. Вот, прям, все пацаны приедут, вот эти егорцы. И они вот эти все первые, вторые, третьи. Вот, поехали, беха, семерка, красавица. Вот, вот так вот. Так что увидимся там, скоро, совсем, через 8 месяцев. В 2021 году начнется строительство объездной дороги вокруг Будвы. 30 километров дороги обойдутся в 40 миллионов евро. Деньги выделяет Евросоюз. Прекрасная новость. И логично, почему Евросоюз? Потому что они же по этой дороге-то ездят, и в Будве стоят в пробках. И задолбал их, стоит в пробках. Они такие, найдите вам 40 миллионов, сделайте нам 30 километров объездной дороги, чтобы мы в пробках не стояли. А именно наши албанские друзья, чтобы не стояли в пробках. Через 2-3 года из Подгорицы в Даниловград можно будет дамчать побыстрее. По новой четырехполосной магистрали протяженность нового участка дороги будет 20 километров. Стоимость проекта 24 миллиона евро. Строительные работы начались в октябре. Это хорошо. Но знаете, что плохо? Что вот сейчас эта дорога, по которой я постоянно ездил в Подгорицу, что она сейчас, значит, постоянно перекопана, постоянно закрыта. И, короче, вот это вот геморрой. Но это, знаете, тот случай, когда надо немножко потерпеть, а зато потом будет хорошо. То есть, это как в том, помните, мультике. Сейчас там будем пол дня учиться, а потом за 5 минут долетим. Вот. Или как там было. Седьмая новость у нас. Транспорт и дорог. А вообще, Черногория в 2019 году вложила в строительство и ремонт дорог 45 миллионов евро. А в 2018-м 44 миллиона евро. То есть, ребятки, это почти 100 миллионов евро за 2 года. Большие, молодцы. А на самом деле, вот, честно, мне как-то так исторически сложилось с детства. Где-то я в умной книжке какой-то или умного человека какого-то послушал, что государство, которое вкладывает в дороги, у него всегда все будет хорошо. Потому что дороги – это вот наше все. Понимаете? Чем быстрее ездят машины, тем быстрее приезжают грузы, тем быстрее люди приезжают на работу, тем быстрее приезжают туристы и так далее. То есть, дороги – это вот первое вообще, что нужно делать в стране. Потому что страна без дорог – это херь. Вот. Вот, кстати, те же самые американцы, да, то есть, они же знамениты своими автобанами, да, и вот этими магистральными дорогами. То есть, у них в основном весь транспорт базируется на грузовиках. Вот. То есть, получается, у них грузовики – это вот основная транспортная, так сказать, система. А американская – чему и все эти торговые системы типа Волмарта, и рады, и счастливы. Вот. И вообще экономическая, как бы, история в Америке, как вы помните, очень даже неплохая. Вот. А мы идем дальше. Значит, сейчас бы я хотел поговорить про Марины. Марины – это вот не те девушки, которые, женщины, которые девушки, а те, которые – порты, так сказать, места, куда паркуют яхты. Марины. Первое. В Черногории полным ходом идет строительство Марин. С маленькой буквы. Только недавно появились Марины на Лушице-Бэй, в Порто-Нове, а теперь решили построить еще одну новую в Рисоне на 150 мест. Также в Которе ширеют Марину, и там могут парковаться, смогут парковаться яхты длиной до 300 метров. Вот, видите, вот у нас прям в боке нашей, в любимой-то, дофига, дофига можно будет где припарковаться. Кстати, до сих пор, надо, кстати, уточнить по поводу Боровка по яхтам. Обещали для нашего Порто-Нове сделать, чтобы можно было Боровка по яхте получать. Вот. А это вот важно. Как будет известно, расскажу вам. Заправки для электрокаров и такси Тесла. То есть, вот, электрификация Черногории прям идет. Идет семимильными шагами. Вы спрашиваете, есть ли электрокары, электрозаправки есть. Вот сейчас я вам об этом расскажу. Значит, заправки для электрокаров и такси Тесла. В 2019 году открылось сразу несколько заправок для электромобилей. И теперь можно спокойно кататься между Подгорицей, Святым Стефаном, Тивотом и Герцог-Нове. В Подгорице одна заправка есть на паркинге гостиницы Хилтон. Одна напротив здания муниципалитета. Пацаны подготовились, да? Чтобы кто-то из чиновников там себе Теслу купил, наверное, да? И вроде в октябре должны были открыть еще две. Вот. Так что прекрасно все. Есть заправка в Тивоте рядом с Ледним театром. Так и в Порто-Монтенегро. В Герцог-Нове заправка для электрокаров. Есть в трактире 333, который возле Харварской границы. Вот. И в Бьеле, по-моему, вот этот ресторан, где суши делают. Роза, не роза. Вроде у них тоже была заправочка. Далее. В Тивоте с Леда работает Тесла такси. В Подгорице в конце года турецкий бизнесмен Ахмед Авчи должен был запустить службу такси. Как будут только... Где будут только электрокары Тесла. Модель С6 машин. Качайте приложение Тесла Гоу Ап. Вот. В общем, короче, в Тивоте и в Подгорице можно кататься уже на Теслах по красоте. Оно, конечно, дороже, чем обычное такси. Но почему бы и нет. Вот. На Тесле-то поездить с огромным телевизором. Далее. Энергетика. В ноябре Черногорию и Италию соединил подводный электрический кабель. И как его еще называют, энергетический мост. В Черногории электроподстанция находится власть в муниципалитет Коттера. Начальная мощность 600 мегаватт. После того, как проложат второй кабель, будет 1200 мегаватт. Стоимость проекта 1,12 миллиарда евро. По дну Адритического моря проложили 423 километра кабеля на максимальной глубине 1215 метров. Через Черногорию планируют распределить энергосети на другие балканские страны. Да, это вот такой мост между Италией и Черногорией. Для чего? Для того, чтобы можно было делиться электроэнергией в обе стороны. Хотите из Черногории в Италию, хотите из Италии в Черногорию. И это хорошо. Также в ноябре недалеко от Ульцина запустили витриную электростанцию Мажура. Проект стоимостью 6 миллионов евро реализован на деньги двух мальтийских компаний. И под контроль государства перейдет в 2035 году. Мощность электростанции 46 мегаватт. И это прекрасно. Ребят, вот вы когда едете в сторону Албании, смотрите на ветрячки. А это вот эта Мажура, которая дает 46 мегаватт электроэнергии. Далее. К маю 2021 года планируют построить одну из крупнейших солнечных электростанций в Европе. Недалеко от Ульцина мощность электростанции составит 250 мегаватт. Стоимость проекта 200 миллионов евро. И это тоже прекрасная новость, потому что мегаватты, особенно солнечные, особенно возобновляемые, это прекрасно. Далее. Программа гражданства через инвестиции. Собственно, чтобы привлекать инвестиции в страну, запустили программу экономического гражданства. За три года планируют выдать 2000 паспортов. Значит, мы на эту тему поговорим с вами в отдельном выпуске. А если коротко, то есть две системы. То есть, 250 тысяч евро плюс 100 тысяч евро на севере страны. Или 450 тысяч евро плюс 100 тысяч евро на побережье и в Подгорице. Инвестиции в проекты, одобренные правительством. Да, есть несколько проектов, которые уже согласованы правительством. И мы о них, наверное, поговорим. Но отдельно, в отдельном выпуске. Я думаю, что мы все протестируем, чтобы было все по красоте. И потом запишем специально для вас отдельный выпуск. Для вас отдельный выпуск. В котором мы расскажем про экономическое гражданство. Вот. Подробно, со всеми моментами, нюансами и так далее. И с выкладками. И все, чтобы вот прям по красоте. Ребят, а на этом я бы хотел закончить наш выпуск по поводу Черногория деградирует. В кавычках. Спасибо вам большое, что посмотрели этот выпуск. Увидимся совсем скоро. Вторник, четверг. Воскресенье, как вы помните, каждое воскресенье у меня стримы. Пишите комментарии, ставьте лайки. Как настроение? Держитесь там? Вот. И все такое. Ладно, ребятки. Спасибо большое. Лайки, колокольчики, подписочки, бубенцы. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.